Отшумела череда новогодних и рождественско-крещенских праздников. Пышное блестящее убранство сложено в коробки на дальние полки. После насыщенных дней большого зимнего отдыха наступил период трудовых будней, а для многих это время после новогодней депрессии. Как без ущерба для здоровья вернуться в повседневность? Дельными советами поделится священнослужитель Владимир Крупский. Как поддерживать стабильное состояние? Просто превратить свою жизнь в праздник, постоянный праздник. Потому что наша человеческая природа, она ожидает какого-то фестиваля, какого-то торжества в нашей жизни. И мы ожидаем, мы к нему готовимся, мы себя напрягаем иногда очень сильно. И это тоже вводит нас в нестабильное состояние. А если мы будем ровно смотреть на жизнь, если в этой жизни, в праздниках мы будем видеть не только себя, свою нужду, свою потребность или свое желание, а увидеть других людей, с которыми мы могли бы поделиться чем-то добрым, приятным, хорошим. Это будет делать нас совсем другими людьми, с другим состоянием внутренним, когда мы сможем быть полезными другими, от этого получать огромнейшее удовольствие. Сосвяточенность на себе, она очень часто вводит человека в это состояние нестабильного отношения к своей жизни, к своим обстоятельствам. Еще одно, проще смотреть на жизнь. И действительно, чтобы праздником становилось не объедение, которое мы испытываем за обильным столом, или еще больше того, что испытывают люди, когда они чрезмерно употребляют и вообще употребляют алкоголь, который как бы делает праздники их жизни. Но затем наступает состояние огромного опустошения, потому что за всем этим стоит пустота. Стабильное эмоциональное состояние – это состояние в нашем доверии к Богу. Это когда мы сможем по-настоящему в Его руки отдать свою жизнь, чтобы не переживать, чтобы не было какого-то состояния неопределенности. Вот это дает нам стабильность нашей жизни. И вера в Бога, для меня лично, вера в Бога, она значит очень много. Она дает мне эту стабильность жизни, что бы ни случилось, потому что апостол Павел написал, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, никакая другая тварь не сможет нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе». Уверенность в Боге, жизнь с Богом, жизнь по-божьему, она дает стабильность в нашей постоянной повседневной жизни.